Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем наши лекции по истории России. На предыдущей лекции мы с вами говорили об эпохе, когда Киевская Русь достигла своего расцвета в правлении князя Ярослава Владимировича Мудрого. Сегодня поговорим о тех событиях, которые происходили после того, как Ярослав Мудрый оставил этот свет, передав власть своим детям. У Ярослава Мудрого было шестеро сыновей. Старший Владимир умер еще в 1052 году, за два года до смерти своего отца. Отец старшего сына пережил. А вот остальные дети Изяслав, Святослав, Всеволод, Вячеслав и Игорь получили от отца весьма неплохое наследство. Незадолго перед своей кончиной Ярослав Мудрый поделил земли Руси между своими сыновьями. Сегодня бы наверняка сказали, что тем самым он заложил ядерную бомбу под единство русского государства. Старший из оставшихся сыновей Ярослава Мудрого, Изяслав, должен был стать великим князем Киевским. Получил во владение Киевскую землю, а также землю Новгородскую, то есть два главных центра Руси. Следующий сын, Святослав, получил богатую Черниговскую и Рязанскую землю. Третий сын, Всеволод, на юге получил лежащее на границе со степью Переославское княжество, а севернее Ростово-Суздальскую землю, Залезскую, Украину, Руси. Младшие дети Вячеслав и Игорь получили, соответственно, Смоленск и Волынскую землю с центром в городе Владимир-Волынский. Отдельно от всех детей Ярослава Мудрого в этот момент на Руси находилось Полоцкое княжество, про которое я уже говорил, что полоцкие князья всегда чувствовали себя несколько отдельно по отношению к Киевской Руси, настаивая на том, что они самостоятельные правители самостоятельного государства. Ярославу Мудрому за все его правление, несмотря на весь расцвет Руси, подчинить Полоцкое княжество окончательно не удалось. Естественно, что сыновья, когда они вступили во владение своими землями, каждый из них очень внимательно приглядывался к Великокняжескому Киевскому престолу. Впрочем, два младших сына, Вячеслав и Игорь, достаточно быстро скончались, а вот трое остальных, Изяслав, Святослав и Всеволод, сыграют в русской истории весьма немаленькую роль. Более того, некоторые историки вообще говорят о том, что три этих сына, по сути дела, втроем совместно управляли русским государством, и неоднократно в учебниках можно встретить сообщение о Триумвирате Ярославичей. Триумвирате трех сыновей Ярослава Мудрого, совместно управлявших Русью. Другое дело, что вот такой Триумвират, он всегда внутренне непрочен, потому что в те средние века нет более страшного врага для какого-нибудь правителя, нежели его ближайшие родственники, и как мы дальше увидим, сохранить мир братьям не удалось. Несмотря на то, что, умирая, отец Ярослав Мудрый буквально умолял детей. Летопись приводит такие слова великого киевского князя. «Если будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибните сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли ее трудом своим великим». Но дети далеко не всегда имеют склонность прислушиваться к тому, что их говорят родители и князья Ярославичи. В общем-то, достаточно быстро завет отца позабудут, вступив в жестокую борьбу за обладание великим киевским княжеством.